В одной из наших прошлых программ мы рассказывали о проекте учеников Одинцовской гимназии «Восточнославянское партнерство старшеклассников». На протяжении всего учебного года ребята работали вместе с учениками не только других школ России, но и других стран, таких как Белоруссия, Украина, Грузия. Список участников продолжает расти и ежедневно пополняется. В конце апреля в гимназии прошла итоговая научно-практическая конференция, посвященная этому проекту. В это же самое время ведущая программы побывала в Белоруссии и в рамках проекта встретилась с учениками школы номер 200 города Минск. «Добрый день всем вам, дорогие гости! Рады воспитать, всем добра жадать! Рады воспитать, всем добра жадать! Как у дружбе жить людям и с собой! Как на свете панавали мир и с упокой! Как на свете панавали мир и с упокой!» Белорусы – гостеприимный народ. Нас встречали, как дорогих гостей, хлебом с солью, а потом рассказали и показали, как работает школа, в каких творческих направлениях развиваются дети. Больше всего поразил Школьный музей народного творчества. Все экспонаты – это работы учеников школы. Они неоднократно становились победителями международных конкурсов и фестивалей. Белорусы трепетно относятся к истории своей страны, своего края. Большое внимание уделяется изучению традиций и обрядов. В знак дружбы и сотрудничества нам передали куклу «Оберег», которую ребята сделали специально для своих Одинцовских друзей. «Привет из Белоруссии в Россию и в Одинцово!» «Спасибо, Никита! Что это такое? Расскажи, пожалуйста!» «Это белорусочка!» «Это белорусочка? Ну, это оберег какой-то, да?» «Да, наш обычный оберег». «То есть я обязуюсь привезти его в Одинцово, передать в гимназию номер 7 и думаю, что им будет приятно. А в скором времени они приедут к вам в гости!» «Будем ждать!» Ученики 7-й гимназии с нетерпением ждали нашего возвращения из Минска и, конечно, подарка. Скоро они и сами отправятся в этот город, чтобы лично познакомиться с партнерами проекта и провести слет и международный фестиваль детского творчества. А пока дети, вдохновленные примером сверстников, также пышно встречали нас в своей родной школе. Добрый день, уважаемая Мария Юрьевна! Рады приветствовать вас на родной подмосковной земле! Рады вашему возвращению из Беларуси! Мы наслышаны и видели, как вас встречали наши белорусские партнеры по проекту «Ученики Минской школы номер 200». Приветствуем всех вас и наших партнеров из Минска, а также еще партнеров 86 городов России, Беларуси, Украины, Грузии, Таджикистана, Казахстана, Литвы, Узбекистана и Германии в русском народном стиле. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вместе вся Россия и Отечество На века сплетенье верных рук Ты ветров не бойся, что навстречу нам Вместе мы в единстве в силах рук Спасибо, ребята, за приглашение Спасибо за такой радушный прием Я рада всех вас видеть Рада, что я вернулась в Литинцовский район Вы абсолютно правы, была я в Минске У ваших друзей, в школе номер 200 Знаете, замечательная школа, замечательные дети Замечательный педагогический коллектив Действительно, я думаю, когда вы все Ну, те, кто поедут на следы Познакомитесь и увидите, как учатся ребята Вам будет очень интересно Я приехала сюда не с пустыми руками Они попросили вам передать В дар вот эту куклу Это кукла-оберег Ее сделали ребята этой школы сами Она была и находилась в музее этой школы И они вам ее передают Поэтому я думаю, что она займет достойное место В седьмой гимназии И все будут ее видеть И она будет символом вашей дружбы Дружбы без границ Дружбы без политики И дети у нас вообще самые-самые замечательные И в Литинцово, и в Минске Вообще на всей планете Поэтому кому мы выручаем? Владимир Владимирович Держите! Мы с радостью принимаем подарок И с ответными подарками В июле и августе месяце Мы будем в Минске На первом взлете проекта Международного фестиваля Восточнославянское партнерство Я думаю, что вы, когда вернетесь Из своего путешествия Обязательно придете в студию Телеканала Одинцова И расскажете о том, как проходила Ваша поездка И поделитесь вашими впечатлениями Обещаете? Да, обещаю Я напоминаю, что вы смотрите программу Моя планета И только что состоялась передача Подарка минских школьников Гимназии номер 7 А точнее ученикам И создателям, идейным вдохновителям Проекта Восточнославянское партнерство Спасибо, ребята Спасибо, Владимир Владимирович За уникальную возможность Которую вы мне предоставили Я познакомилась с вашими друзьями С вашими партнерами И много чего интересного узнала О том, как учатся минские школьники Хочу сегодня поделиться этим с вами Потому что вы пока в гостях там не были А я уже побывала в Минске Совсем недавно Как и, в общем-то, обещала В нашей прошлой программе Знаете, если честно Для меня была полной неожиданностью Такая встреча Когда мы с Дмитрием связались по телефону Дмитрий, это руководитель Проекта Минской страны Конечно, сказали Мы вас ждем в гости Приезжайте Вас ждет небольшой сюрприз Но я не ожидала Что будут встречать меня хлебом с солью Но было, если честно Очень и очень приятно И, конечно же, было приятно Услышать теплые слова Ваш адрес, ребята И ваш, Владимир Владимирович Я вам привезла Вот-вот-вот Таких размеров Огромный-огромный просто привет И самое наилучшее пожелание Спасибо большое вам Спасибо большое за визит Я очень рад, что он состоялся Как мы и планировали Все получилось Это здорово Мы посмотрели сейчас приветствие из Минска Также передаем большой привет Большие приветы От всех участников проекта Одинцова Участников Московской области и Москвы И, Мария Юрьевна, хотелось бы вот узнать Вы же там были накануне праздника 9 мая Дня Победы Вот как ваши впечатления вообще О Минске, о Беларуси Как там наши партнеры готовятся к этому Готовились к этому празднику Вообще Беларусь удивительная страна Я была в ней впервые И она меня поразила Поразила людьми Поразила отношением к своей родной земле Конечно же, 9 мая и вообще Великая Отечественная война Это не то, что главный праздник Это, наверное, просто самый-самый-самый-самый Знаменательный день для каждого белоруса Потому что война прошла, как говорят, там Вдоль и поперек Беларуси И не осталось ни одной семьи Которой бы не коснулась этой страшной трагедии Страшная война Я была в Брестской крепости В том месте, откуда началась Великая Отечественная война Где 22 июня 1941 года произошли первые бои И, конечно же, дух захватывает И вообще хотелось бы сказать белорусам Огромное-огромное спасибо За ту уважение, за ту память Которую они не только сохранили Они это свято чтут Они передают это из поколения в поколение И, конечно, для них это святой день И святой праздник Все мемориалы приводятся в порядок У нас тоже, безусловно Но там это все делается с каким-то особым чувством патриотизма Везде почетные караулы Школьники, закрепленные и за мемориалами И проводятся мероприятия Просто, наверное, в 10 раз их еще больше Вот на белорусской земле Может быть, чем у нас Поэтому, конечно, это все очень-очень меня поразило И очень порадовало Что, несмотря ни на что Несмотря на то, как сегодня история преподается В некоторых государствах И значимость победы советского народа Она просто снижается в десятикратно Там, конечно же, нет Там, конечно же Они очень любят русских Они чтят память И своих прадедов и дедов И, конечно же, гордятся тем Что они дружески нам народ Вот, вот Поэтому с таким впечатлением Прям дух захватывало, если честно Конечно, Минск Потрясающе красивый город С широкими проспектами Очень зеленый Очень такой светлый Просторный И был украшен уже Просто вот от начала до конца Все было Говорил о том, что скоро-скоро Весь город находится И вся страна в ожидании Великого дня Дня Великой Победы Нам бы очень хотелось узнать Как наши друзья из Беларуси Отзывались о нашем проекте в общем Может, они хотели нам что-то передать? Они передали И я вам уже передала В дар Оберег Это подарок Который ребята сделали Своими руками Они, конечно же, передавали Всем большой-большой привет И руководство школы И сами дети Они настолько включились в эту работу Им настолько нравится Общаться с вами Я думаю, что Вы каждый день это слышите И видите ту активность Которую проявляют И школьники И преподаватели Конечно же, это, на мой взгляд Великое дело Которое вы все начали И об этом говорит то Что к вам присоединяются Ученики других стран Других городов И вы активно собираете информацию И, конечно же, все ждут слета Который пройдет летом Хотелось бы о нем, наверное, поподробнее Чтобы, может быть, о нем вы рассказали Вот вы с какими ожиданиями Идеями отправитесь туда И, наконец-то, встретитесь уже Увидитесь своих друзей С которыми общались Весь этот год В соцсетях Ну, конечно Мне бы очень хотелось Увидеть именно тех людей С которыми я общалась В социальных сетях Это как ребята И с Украины И из Белоруссии Это первое впечатление Человека Которое мы получим При встрече Будет очень важным Я надеюсь Что все это мероприятие Будет веселым Дружественным И наполнено радостью Этой самой первой встречи Чтобы все прошло Очень хорошо И мы смогли обсудить Те вопросы Которые надо обсуждать Именно лично А не через интернет Владимир Владимирович Расскажите О слете Когда он Все-таки состоится И как вы уже К нему готовитесь Основные финансовые Организационные вопросы По подготовке К первому слету Участников Нашего проекта И еще К первому Международному фестивалю Это второе мероприятие Также участников Молодежных И детских Социальных проектов В принципе Решен С нашими партнерами Это Государственное Автономное Учреждение культуры Мосгуртур При правительстве Москвы Делегаты Будут жить Рядом с Минском Это Поселок Ждановичи Детский Реабилитационно-оздоровительный Центр Ждановичи Так и называется Плюс Для участников Слета Будет не только Наша основная программа Но и программа Путешествий Поездок Экскурсий По Белоруссии На сегодняшний день Мы знаем Что это будет Несвиш Это будет Хатынь Линия Сталина И это будет Этнографический музей Под открытым небом Дудутки Пока Вот такая информация Владимир Владимирович У вас планируется Очень обширная Большая программа Я думаю Что конечно же Ребята вернутся Полные впечатлений И Уверенности в том Что этот проект Нужно продолжать И Желание Чтобы к нему присоединялось Как можно больше Людей Илья С каким вот ты Чувствам Ожидаешь Этой поездки Мы Обязательно поедем туда В Минск Пообщаемся с ними Мы очень ждем Этой встречи с ними Илья Ну у тебя есть уникальная Возможность Сейчас передать Снова привет Своим Минским друзьям Потому что они Конечно же Увидят эту программу И от всего нашего проекта Передаю нашим Партнерам из Минска Привет И очень жду нашей встречи В Минске Этим летом Владимир Владимирович Заканчивается учебный год Он был очень насыщенным Вы создали проект Вместе со своими ребятами Восточнославянского партнерства Давайте подведем Небольшие итоги За этот год И все-таки Ваши ожидания На будущее Потому что я думаю Что он еще не год И не два Будет жить И Наверное процветать И к нему присоединиться Как можно больше Ребят С других стран и городов По итогам Я напомню Что у нас 28 апреля Состоялась Отчетная конференция Проекта Итоги подведены Там И Логически Мы Приняли участие Во всероссийском Конкурсе Молодежных Социальных Проектов У нас Третье место Конкурс Прошел Под эгидой Министерства Образования И науки Российской Федерации И мы считаем Что для нас Это очень серьезная победа Хотя Мы С участниками Проекта Всегда договариваемся О том Что Любая победа Для нас Это только Открытая дверь По лестнице К новому успеху То есть Мы не обольщаемся Мы понимаем Что если где-то Мы допустим Какую-то гордыню Начнем Как-то Выставляться Своими победами Успехами То проект Может и Забуксовать Поэтому Итоги мы Подвели На перспективу Мы определили Уже На Будущий Учебный год С участниками Проекта Темы По Научно-практическим Конференциям Среди них Есть Такая тема Как Силой Пера И плаката Тематика Там военная Но мы считаем Что Тематика Военных корреспондентов И Военных художников Которые писали Плакаты По теме войны Она не совсем Раскрыта У нас есть Задумка В Краснознаменске Поработать В архивах Получить разрешение Поработать В архивах Родновечь Отечества Основы Мы продолжаем Работу И другие 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 направления Которые Пока Держим В тайне Танюш Ну я бы хотела Слышать твои Итоги Вот этой работы За год К самым большим Событием В этом году Как к окончании Нашей работы Была отчетная конференция Как уже сказал Владимир Владимирович 28 апреля Там участвовали Не только мы И наши Друзья И одноклассники Но также там были Представители Общественной палаты Одинцовского района И певица И многие другие номера Которые Мы были очень рады Принять Я очень рада Что я приняла Участие в этом проекте И продолжаю Здесь работать Вместе со своими Друзьями И наставниками Я надеюсь На продолжение Этой работы Ну до конца Своей школы Илья Илья Ну а для тебя Каким был этот год Для меня Был этот год Очень насыщенным Я рад Что мы Организовали Этот проект Вышли на такой Международный уровень Что к нам Присоединились Множество Государств Мы продолжим Общаться С нашими Партнерами И за пределами Этого проекта И когда Закончим учебу Мы тоже продолжим Этот проект Владимир Владимирович Ребята Я хочу поблагодарить В свою очередь вас За ту возможность Которую вы мне Предоставили За то что вы Включили меня В свою группу И я теперь тоже Я являюсь участником Восточнославянского Партнерства За ту встречу Которую вы организовали В Минске Мне было очень интересно И увидеть То как учатся Другие дети Увидеть то Как работают Другие педагоги Но самое главное Что я поняла Что везде Дети замечательные И педагоги Это действительно Те люди Которые Они не случайные люди В своей профессии Они конечно Дают всю свою любовь Всю свою душу Своим воспитанникам А наши дети Все-таки Самые-самые лучшие Поэтому я горжусь Что я живу И работаю В Одинцовском районе Я горжусь тем Что я знакома С такими замечательными Учениками Патриотами Своей страны Своей родной земли Поэтому вам успехов В вашем проекте Ну а я чем буду Чем могу Тем обязательно Помогу И конечно же С удовольствием Отправлюсь С вами на слет Если вы меня С собой возьмете И мы тогда Расскажем всем О том Как пройдет Это замечательное Мероприятие Как пройдет Эта долгожданная встреча Спасибо вам огромное Была очень рада Вас видеть снова И рада передать Вам сегодня Привет И всему Одинцовскому району От минских Школьников Вы смотрели программу Моя планета Верьте в себя И у вас все Обязательное получится И еще Присоединяйтесь К открытой группе Восточно-славянское партнерство И нас станет больше Правильно? Пока Субтитры создавал DimaTorzok